Ребят, всем доброе утро. У меня тут новый фетиш. Посмотрите, это вот эти бублики. Они такие классные, стоят всего лишь 59 центов. На, на, в магазине. Я теперь ими завтракаю. И самые вкусные бублики продаются именно в магазине. Я уже проинспектировала, но нигде не видела. Я ни в кафешках, ни в ресторанах, да, Артём, по-моему? Они-то все навороченные, красивые, но они, ой, такие слишком сладкие. А вот этот такой, как надо. Только зря я вам сказала, потому что их постоянно разбирают с утра, чтобы, на самом деле, их купить. Артём приезжает в магазин в 7 утра, ну, после первых клиентов своих утренних. Решила поделиться с вами одной шикарнейшей новостью. Посмотрите, что ко мне пришло. Палетка от Наташи Деноне. Ну, вы знаете прекрасно, что я бьюти-маньяк. И обычно такие бьюти-новинки громкие не проходят стороной. Вы не представляете, как она мне досталась. Я заказала её из США на Германию для своей подружки. Потом, когда она пришла в Германию, мне подружка любезно переслала её сюда, в Черногорию. Сказать, что я рада, это ничего не сказать, потому что обычно Наташа Денона выпускала тени, которые не очень-то подходили мне. То есть, они были классны для креатива, для работы визажистом, а вот для меня не совсем. И тут, наконец, выходит эта красавица. Вот. Такие оттенки. Стоит она то ли 65, то ли 69 долларов. Но я сейчас вам расскажу, сколько я за неё отдала. Значит, вот эти доллары за саму палетку. Потом за доставку. Сколько-то у меня получился общий счёт 85 долларов. То есть, скорее всего, 65 за палетку. 15 за доставку на Германию. Потом доставка Германии, Черногория. Это ещё около, мне кажется, 30 евро. Потом ещё здесь меня DHL за доставку взяли 4 евро. Потом ещё нужно было заплатить налог в Германии 24 евро за неё. Ребят, я боюсь считать. Я реально, мне кажется, она мне что, долларов 150, что ли, вышла. В общем, сейчас я буду краситься и не буду вас грузить макияжами. Я покажу вам уже результат. Хотя мы сегодня толком никуда не пойдём. Даже наоборот, в три часа я пойду к косметологу. Она всё смоет. Но вы знаете, как обычно, мужчины открывают дверь машины. Либо у них новая машина, либо у них новая женщина. Так вот, я начинаю краситься, как угорелая. Вообще, в любое время дня и ночи. Когда у меня какая-то новая палетка, которая мне очень нравится. Но она ещё у меня девственная. То есть, я её не пробовала так. Ой, посмотрите, как классно. Можно с нескольких сторон на себя смотреть. Ой-ой. Ладно, увидимся чуть позже. Вот что у меня по итогу получилось на глазах. Такой бронзовый, насыщенный макияж. В общем, эта палетка, она просто абсолютно моя. Я видела обзоры многих блогеров. Они там говорили, ой, все бронзовые одинаковые, всё одинаковое. Вы знаете, я думаю, что каждый по-своему видит цвета. Вот когда это твои цвета, ты будешь видеть их просто миллионы подтонов, оттенков. И, допустим, я различаю. У меня, несмотря на то, что есть бронзовые оттенки, вот такая палетка, которая прям моя-моя, она у меня первая и теперь самая-самая любимая. То есть, это, я считаю, я просто взяла там ты-ды-ды-ды-ды-ды, макияж пятиминуткой. Я себя чувствую шикарно, комфортно, потому что она очень круто отражает мои глаза. То есть, для меня это такая правильная бронза, которая, во-первых, не рыжит, не желтит, не сильно краснит. А в последнее время я, кстати, тяготела к таким красно-бронзовым макияжам. Те, кто меня смотрит, должны знать. И плюс она очень подходит в наш климат. То есть, сейчас у нас в Черногории жара, и такая загорела я-я. Никуда сегодня не пойду. Но, тем не менее, ещё хотела показать вам мои накоточки. Короче, у меня такое настроение летом. Мне хочется цвета. Мы впервые за долгое время, ну, вернее, я. Мартин-то с Артёмом гуляет ежедневно, у нас по-другому не получается. А я вышла погулять. Реально впервые за долгое время. Потому что жара у нас. Я даже сегодня у одной девчонки видела. И Стива-то фотографию. Знаете, такие градусники уличные. Так там, представляете, было плюс 49, как бы. Вот наша площадка. Вы, наверное, её уже помните. Ребята пошли бегать. А я, короче, всё равно пойду сидеть. Нам надо прикупить кое-каких вещей для дома. Вообще, мы целый месяц занимаемся домашними покупками. И меня, кстати, это очень радует. Я, может, вам не знаю, в этом или в следующем влоге покажу, как мы обустроили наше жилище. И вот сейчас надо докупить простынь на кровать, полотенце вторую пару. Ещё закрывашки на шкафе. Они, кстати, оказались очень удобными для малыша. Ребята поехали кататься на эскалаторе. У нас теперь так. У нас теперь Мартин просит, чтобы мы останавливались около каждого торгового центра, где есть эскалаторы. Я иду по своим делам, а ребята катаются по 30 раз. Вверх-вниз, вверх-вниз. Интересно, да? Вот магаз. Сейчас буду искать какие-нибудь полотенца покруче. Накупили мы тут немного белья. Взяли такую простынь с резинкой. Нет, вернее, это на матрасник простынь с резинкой покрывала, чтобы летом можно было укрываться. Полотенце. Короче, целую гору всего. Решила в Нью-Йоркере купить себе ещё вот такое платье. Оно такое серо-зелёное, подходит мне под глаза. Фасон как раз сейчас тоже мне подойдёт. И я думаю, что смогу его носить уже после беременности. И плюс ещё оно сделано из такой приятной ткани. Не знаю, что за ткань, но она на ощупь, знаете, такой кажется какой-то натуральной, что ли, мягкой. Пошёл такой в магазин с ребёнком, и всё. Марти, не надо, зая, ну пожалуйста. Просто вандалим на каждом шагу. Мартиша, ку-ку. Ку-ку. У нас случился неожиданный шопинг. Я не ожидала такого от Нью-Йоркера. Увидела сначала, ну, вы видели платье такое с приятной тканью. Поняла, что, наверное, прикольно его взять так, чтобы оно висело, типа вот этого платья. Во-первых, смогу его носить во время беременности. А во-вторых, даже может и после беременности оно подойдёт. А потом увидела классические футболки. Причём с вырезом, как я люблю, из хорошей ткани. То есть, видно, что у них классная посадка. Стоит 3 евро, ребята, 3. Не знаю, сейчас приду домой, всё померю, покажу вам обязательно. Если факапность, то тоже покажу поржом вместе. Ребят, посмотрите, вот платье. Оно, короче, очень классно село. И ткань реально приятная. И по размеру мне всё шикарно. И по цвету. Единственное, его можно будет обыграть чем-то более тёплым чуть-чуть. Но платье вообще зачётное. Футболку сейчас покажу. Она мне маловато, но я её оставлю до осени. До лучших времён. А футболка, казалось бы, базовая вещь, но она вообще плохо села. Видите, как на пузе торчит, топорщится. Но я её оставлю до лучших времён, потому что она стоит всего лишь 3 евро, как я уже сказала. Пусть повисит сейчас в шкафу. Потом, может быть, буду носить. Сзади там мы направляем постель. Малыш здесь. С ума сходит, играет. Всем привет, мы тут завтракаем. Смотрите, какая у нас обстановочка. Мартин. Вернее, это Артём рисовал. Для Мартина. Вот это будет. Артём сейчас убегает на работу. Говорю ему не работать в воскресенье, а он работает. Напишите, пожалуйста, комментарий, чтобы он не ходил на работу по воскресенью. А ещё напишите комментарий, где взять деньги. Если не работать в воскресенье. Очень поможет. Ребята, всем очередной привет. Сегодня мы с Артёмом приехали в Котор, чтобы выбрать коляску для нашей малышки. И у нас есть два варианта. Первый вариант это Мимо. Второй вариант это Стоки. Сейчас я вам кратко расскажу про каждую из них. Совсем кратко, потому что я почитала какие-то отзывы, потрогала их. Но не углублялась слишком далеко. Я решила выбирать сердце. В принципе, Мимо и Стоки одинаковые. По классу, по качеству они даже похожи. Они такие манёвренные, лёгкие. Их удобно таскать по сравнению с другими такими колясками. Складывать в машину. Также между ними есть кое-какая разница. Первое. Стоки всё-таки стоят подороже. Потому что у неё будет три насадки. Первое это люлька. Второе это прогулочная коляска. И третье это автокресло. Чтобы вставлять его на шасси и можно было кататься. У Мимы же она стоит немного подешевле. Потому что у неё одна насадка. Это два в одном. То есть там люлька трансформируется в прогулочную коляску. И также есть автокресло. Получается, что Стоки будет стоить где-то 1600, три в одном. А Мимо где-то 1300, три в одном. Производитель Мимы это Испания. А производитель Стоки это Норвегия. Мне кажется, я не знаю, всё, что произведено в Норвегии и вообще в Скандинавии должно, наверное, просто жить вечно. У меня как-то скандинавы, знаете, ассоциируются с надёжностью. Но, в принципе, Испания, знаете ли, тоже не так-то и плохо. И, наконец, внешний вид. Вот то, что я читала по отзывам, многие говорят. Взяла бы Миму, всё в ней нравится, даже больше, чем в Стоки, но внешний вид не нравится. Слушайте, а у меня наоборот. Я изначально выбрала Миму, потому что она мне нравится по внешнему виду. То есть это как-то вообще странно. Она мне нравится по внешнему виду, по материалу, по цвету, который я могу выбрать. То есть в Стоки мне не очень. Поэтому на данный момент я склоняюсь к Миме. Но ещё один есть немаловажный фактор. Это гарантия. У нас в Черногории мне Мима будет пригонять из Сербии. Гарантии мне никто давать не будет. А на Стоки вроде как гарантия есть. Мы сейчас с вами зайдём сначала, посмотрим вот в этот магазин, как заказать Миму. Потом поднимемся, спросим про Стоки и спросим про гарантию. Так вот, это единственный фактор, который может ещё повлиять на мой выбор. Пойдёмте со мной. Вот эта коляска. Посмотрите, что у неё с ценой, Артём? То же самое, что в Будве? Я не знаю, это тут полный комплект. Тысячу триста. Да, то же самое, значит. Да, у нас сумочка идёт ещё какая-то. А, ну круто. Там это... Ну, это же самое, то есть у меня есть, у него поставщик один, наверное. А ты про гарантию спросил? Ничего не спросил. Давай спросим. Давай. Мне кажется, очень стильно. Я хочу такую же, но такую коричневую. Коричнево-рыжую. Потому что она будет мне клёво с пуховиком смотреться и вообще с моим гардеробом. И так же подойдёт для мальчика и для девочки. Кто знает, кто знает, что будет в будущем. В общем, не стали мы заказывать в этом магазине коляску, потому что у неё какая-то цена. Какая-то странная. Какая-то цена образования, непонятно. В соседнем магазине она с двумя насадками без автокресла стоит, ну, как бы с одной, которая трансформируется, стоит 1090 евро, а здесь 1300. Почему? У одного заказываете вы дистрибьютора. Но мы решили тогда лучше мы прокатимся в Будву, чуть подальше, но сэкономим 200 евро, как бы это вполне себе естественно. А по поводу гарантии, они, кстати, сказали, что наш чек это наша гарантия. Если что-то сломается, то они нам поменяют. Мы с вами пришли в другой магазин, в торговый центр Камелия. И вот сейчас мы посмотрим коляски в стоке. Могу в интернете просто показать. Давайте. Посмотрите, вот коляски в стоке. Мне сказали, что вот это какая-то новая модель. А вот эта модель какая-то не новая, но она поменьше. Нет, последняя синяя, это новая модель. А, синяя. А трейлс, это переделанная модель, она была. Ага. Мы просто модифицировали, сделали рейстальнику. Я надеюсь, что вы слышите, что нам рассказывают. В общем, явный плюс у этих колясок, то, что они у нас будут обслуживаться здесь, в Черногории, что это Норвегия, как я говорила. То есть, если мы потратим свои деньги, мы будем знать, что она у нас на гарантии. Артем, что ты думаешь? Скажи честно. Ну, конечно, если есть уже гарантия такая, и сейчас мы если выберем, найдем... Лучше стоки, да? Ну, как? Не знаю, я не знаю, что тебе нравится, но мы посмотрим. Ну, мне просто по виду мимо нравится. Ну, просто отдавать тысячу евро, а потом, чтобы нам сказали, идите в ЖЭС. Ребят, в общем, в итоге я увидела вот эту коляску и все передумала. Это стоки, мне кажется, она такая красивая. Но единственное, это limited edition. Она стоит в полтора раза больше. Не знаю, мы сейчас с Артемом будем определяться. И плюс тот факт, что есть гарантия официальная. То есть, ее не просто кто-то непонятно откуда-то возит. И потом тысячу евро потратишь, и неизвестно, что будет. И получается, что по цене она выходит так же, как и мимо. Смотрите. Ох, ребят. В общем, я, как всегда, принимаю какое-то решение. Потом прихожу, узнаю какую-то новую информацию, решение меняю. В общем, на данном этапе мы остановились на стоке. Потому что, конечно, все-таки у стоки у нее качество. От нее качество пахнет, мне кажется, да? Аж за три километра. Швеция что? Норвегия. Норвегия, не Швеция. И все-таки мимо она стильная, крутая. И материал этот прикольный. И цвет мне нравится. Но, блин, я говорю, отдавать 1300 евро и не получить нормальную гарантию, нормальное обслуживание. Это как-то, наверное, не по мне. И плюс у нее даже, знаете, сама конструкция, она смотрится как-то вот. Подешевле, чем у этой стоки, да, Артем? Есть такое? Ну, да. Ну, обычная. Она квадратная какая-то тоже такая, ну, обычная. Ну, да. У нас тут такие деньги, когда на поверху обычная коляска. Вот это хоть какой-то футуристический вид, она хотя бы дизайн. Мне кажется, что это мимо то с футуристическим видом. Нет, не было. То есть, нет, это длинка, да, а и рама обычная, квадратная рама. А, да. А, рама обычная, не о чем-то, как у нас это старая была. Ну, кажется, новая пустила. Не о чем вообще. В общем, вот такие новости. Мы сейчас ждем вариантов. Мне должны завтра прислать варианты, которые есть у нас здесь в Черногории. Потому что, помните, я ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке. Посмотрим, какие у них есть цвета, какие конструкции. И там уже примем окончательное решение, закажем. И вполне возможно, у меня Алиска будет гонять на стоке. Ребят, всем пока-пока. Увидимся с вами в следующих видео. Кстати, я же еще сделала консультацию у нумеролога. И мы с ней рассчитали, какую дату лучше всего родиться Алиске. Но об этом я вам расскажу уже в следующем видео. Я вас люблю. Ну, ставьте мне лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Всем пока-пока.